Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. Надежда Викторовна, давайте начнем с законодательных изменений. Их было несколько, есть какие-то важные? Во-первых, это введение конференц-связи. Конференц-связь предполагает, что гражданин, который просит в порядке судебного поручения допросить отдельное лицо, находящееся далеко за пределами того суда, где происходит процесс, имеет возможность заявить ходатайство о допросе в порядке видеоконференц-связи отдельное лицо. Для этого суд выполняет это поручение, определением устанавливает конференц-связь для данного гражданского процесса, и суд по месту жительства, либо по месту расположения юридического лица, в отношении которого заявлена такая просьба, приглашает это лицо и допрашивает. Причем по видеоконференц-связи участвует как судья, допрашивающий это лицо по месту жительства, так и состав суда, который просил об этом и который направил определение. Вот в частности, сегодня 10-го проходит видеоконференц-связь в нашем областном суде с республикой Саха-Якутия. В принципе, контингент, с которым вам приходится работать, он знает, что делать, как вести себя. Многие не умеют себя даже правильно вести в зале суда, к сожалению. Все действия в зале суда выполняются по распоряжению суда. Трудно, наверное, сдерживать эмоции, все это прекрасно понимают. В районном суде и процесс проходит по-другому. То есть выслушиваются все объяснения по поводу предъявленных требований, возражения. Ну а суть апелляционной инстанции в областном суде, она сходит из того, что поданы апелляционные жалобы, конкретные доводы приведены, и выслушиваются граждане относительно этих доводов. Поэтому он немножко короче и немножко конкретнее. Еще были изменения, касающиеся решений мировых судей. В частности, если брать статистику за 2013 год, рассмотрено мировыми судьями за прошедший год 42 тысячи гражданских дел. Это значит, что 42 тысячи судья мировой, рассмотрев, должен отписать пятидневный срок решения. Вот для того, чтобы снять такую напряженность, и чтобы судья мог своевременно отписать и направить на апелляционное рассмотрение в случае поступления жалобы, законодательство внесло изменения. И с апреля месяца мировые судьи могут не изготавливать мотивированное решение по всем постановленным делам. И в случае обращения человека за мотивированным решением, либо в случае подачи апелляционной жалобы, мировой судья изготавливает такое решение и выдает в стране. Ну, наверное, я бы еще хотела отметить и изменения в материальном законодательстве. В частности, федеральный закон о социальном страховании на случай утраты трудоспособности и в связи с материнством предусмотрел также изменение порядка исчисления всех выплат по нетрудоспособности и в связи с материнством. Вот сейчас изменение состоит в том, что период исчисления остается тот же, двухгодичный, но в этот расчет для исчисления среднедневного заработка не берется во внимание периоды, когда заработная плата была низкой, то есть в связи с болезнью, отпусками, нахождением в отпуске по уходу за ребенком, либо в период нетрудоспособности. И получается, что за эти два года выбираются периоды полного заработка, то есть, естественно, все пособия увеличиваются. И, кроме того, есть обязанность работодателя при увольнении работнику выдать такую справку за два предыдущих года о состоянии начислений. Как правило, люди, которые нам что-то должны, они о них умалчивают. Где мы сами могли бы что-то посмотреть? Может быть, есть сайты, есть какая-то информация, и стоит ли доверять интернету? Это вопрос такой пользователя, скажем так, обычного жителя. Ну, если говорить об изменениях, это российская газета. Если это не российская газета, не периодическое издание, то интернет-сайты, официальных изданий, ну, в крайнем случае, это правовые новости консультанте в гарантии, в кодексе. То есть, это порталы, где мы можем посмотреть любую информацию на правовые темы. У вас есть такая замечательная практика, как мероприятие, назовем это так, знакомьтесь, судебная система. Проводится со школьниками, насколько я знаю, может быть, еще со студентами. Вот это для чего нужно, когда дети вникают в тонкости судебных процессов, причем разных, когда они то потерпевшие, то свидетели, то обвиняемые? Восемь лет существует в Рязанском вдовственном суде вместе с РИРО, совместный проект. Это игровые процессы, в которых участвуют школьники, они между собой распределяют роли и фабулы, дело разыгрывают. Цель – это правовое обучение, они же будущее поколение, и так, как они воспитаются, естественно, так они и обучат своих детей, и так же мы будем жить. Но опять же, какая-то ситуация будет, мы можем в любой оказаться, чтобы смоделировать что-то, посмотреть, как себя вести? Ну да, детям предлагались определенные фабулы, придуманные для определенного процесса, они их проговаривали, они приходили для ознакомления, во-первых, с самим судом, с тем, что он из себя представляет, в районные суды, где им рассказывалось, что, какие нормы законодательства применяются, да и вообще, как это происходит, какой процесс. Они участвуют в этих процессах, как в районных судах, так и в областных. Они знакомятся и с информацией, которым предоставляется экспертиза нашей рязанской, в медуниверситет заходит тоже. Все серьезно? Да, и вся эта объективная информация, которая укладывается в их главах, потом трансформируется в определенные роли на основе увиденного, услышанного, в том числе и с представлением доказательств, как они это понимают. Какие планы на ближайшее время, кроме того, что будем знакомиться с судебной системой, будем совершенствоваться, постараемся реже к вам попадать все-таки, несмотря ни на что? Ну, насчет реже попадать, может быть, оно иногда... Полезно? Да, вот вы знаете, практика показывает, что те, кто обращается, вот в частности, хотелось бы рассказать, наверное, на применение закона о защите прав потребителей, потому что, не обращаясь, мы тем самым стимулируем недобросовестное отношение продавцов, изготовителей, исполнителей. Ну, на мой взгляд, я думаю, что ничего страшного тут нет. Написать претензию, обратиться с требованием, это все-таки право потребителя, оно и должно быть нам присуще, как гражданину. А вот свидетели, какие-то доказательства мы обязаны сами искать, и наш адвокат к тому же, или все-таки уже какая-то работа суда дальше будет? Ну, в частности, если брать тот же закон о защите прав потребителей, то есть факт продажи, да, вот это доказательство, представление, вернее, доказательство возлагается на человека, который обратился, то есть на истца. А вот все остальное, то, что товар был надлежащего качества, что все сроки и гарантии были соблюдены, и это возлагается на лицо, ответственное за продажу, либо за изготовление. Другое дело, что, да, 56-я статья Гражданского правоциального кодекса, она говорит о том, что если обратился, то есть обязанность доказать свои доводы и возражения. Но по разным категориям дел обстоятельства доказывания разные. Если, например, распаривается сделка, любая, здесь уже доказать основание для ее недействительности и последствия возлагается на истца. Следует отметить, что есть такая категория споров, которая не допускает не только свидетельские показания, но предполагает представление определенных документов в подтверждении самого факта сделки. Хотелось бы, наверное, подтвердить свои слова ссылкой на договор займа. Все знают, что, в принципе, юристы знают, что для того, чтобы признать действительную сделку займа, необходимо представить письменную форму сделки. Ну, в частности, это расписка. И бывают случаи, когда трудно человеку объяснить, который пришел и говорит, ну, мы знакомы с соседом там десятилетия, ну, как я с него могу взять расписку? Ну, вы поверьте, вот жена моя свидетельствует о том, что взял он у меня немаленькую сумму, я за ним долго хожу. Но отказываем мы такому человеку, потому что норма сама предполагает. Письменная форма сделки. Нет расписки, значит, нет договора. Сейчас хороший был пример. Может быть, есть еще какие-то такие пограничные случаи, когда мы вроде как правы, но доказать очень сложно, чтобы наши телезрители понимали, как им действовать, несмотря на то, что у нас есть родственники, друзья, мы кого-то любим, кому-то можем доверять, не доверять. В частности, если работодатель выплачивает заработную плату, часть наличными, часть в конверте, либо каким-то иным способом, то в случае спора, когда работник приходит за взысканием невыплаченной части, не по платежно-расчетным документам, он лишается возможности ее взыскать. Потому что при рассмотрении дела суд будет исходить из того, какая заработная плата ему установлена, какая фактически заработная плата ему выплачивается. Установлено считается либо закрепленное в контракте, либо выплачиваемое в платежно-расчетных документах, как единственное доказательство того, что эта заработная плата ему установлена. Никакие устные соглашения, никакие договоренности, никакие свидетельские показания не могут быть положены в основу того, что эта заработная плата ему была установлена. Спасибо вам за эту встречу. Я думаю, наши телезрители обязательно задумаются. Это была программа «Подробности». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин